Ну, в общем, это наш кризисный центр семейного типа. Он рассчитан на 10 детей. Такое количество детей для того, чтобы максимально создать семейную атмосферу. Это ни в коем случае не детский дом. И вообще в мире существует такая практика, что детские дома, они закрываются из-за того, что дети, которые выходят из детских домов, они не обучены к жизни. Они не знают, да, у них там все готово. А здесь у нас он максимально приближен к домашним условиям. И еще самое важное то, что когда ребенок туда выпадает, он должен здесь предполагать, что это только на тот период кризисный, пока кризисная ситуация в семье. То есть когда в семье ситуация выровняется, ребенок либо возвращается в семью, а если там ситуация уже такая тяжелая, что не меняется, то уже соответствующие органы ему постоянную семью. Потому что ребенок должен находиться в семье. Он не должен находиться в каких-то таких учреждениях. Это вот только на кризисный период. Это вот то, что хотелось бы отметить. И то, что кризисный центр мы открыли при поддержке международных организаций, но также во взаимодействии с нашими государственными структурами, которые часть расходов берут на себя. Ну и также вообще вся работа этого центра подразумевает очень тесное межведомственное взаимодействие со всеми структурами, потому что мы как центр предоставляем услугу бесплатно, где ребенок может получить, бесплатно жить, есть, получать психологическую помощь, развиваться. А вот этот момент решить, какой ребенок будет определиться, да это уже как бы государственные органы должны решать и определять. Поэтому у нас такое взаимодействие предполагается. А сколько у вас сотрудников и сколько детей вы можете получить? Сотрудников у нас, получается, 7 человек, это те, которые как социальные педагоги, они сутки через двое у них в основном по смену. У нас повар, но это тоже не классический повар, он не будет готовить и готовые детям носить. Дети будут вместе с социальными педагогами готовить, вот как мы дома, чтобы максимально эту среду создать. И директор, вот это как бы основные сотрудники. Вот сколько человек? У нас вообще по рекомендациям до 10 человек, чтобы сохранить семейную атмосферу. Ну вот мы тоже, когда разрабатывали положение, прописали, что в своих экстренных ситуациях, так как в Абхазии больше такого места нет, да, и мы не знаем вообще сколько детей, потому что от органов опеки как в одних районах, от других говорят разную информацию. Кто-то говорит, что это катастрофически мало, да, кто-то говорит, что ну да, типа 10 хорошо. Поэтому мы посмотрим, да, но пока что до 10, но есть возможность, если вдруг какая-то ситуация. А сколько вы ожидаете детей в ближайшее время? Ну вот сегодня даже нам говорили о том, что вот то, что мы сегодня слышали от разных органов, до 10 человек уже собирается, потому что они говорят, вот у нас там есть одна многодетная семья. Даже это одна многодетная семья уже заполнит этот центр. Но также мы ездили и в Ачумчирский район, и там нам говорили, что есть, в Сухумском районе, ну как бы везде есть дети. Но вот этот механизм, процесс вот этой передачи ребенка на определенное время в кризисный центр, он новый абсолютно, да, и пока еще они как бы органы опеки должны его, наверное, создать. Или... А скажите, а вот какие программы будут работать с детьми здесь? Ну вообще самое главное то, что жизнь детей не должна отличаться от жизни детей, которые живут в семье, да, в доме. Они также будут ходить в школу, они также будут посещать те там секции, которые их интересуют. И еще, ну, есть возможность, то что они будут к нашу центр дневной панорамы, например, где психологи, и с ними они будут заниматься и оказывать им психологическую поддержку. Там у нас есть арт-терапевты, да, которые тоже будут с ними проводить различные занятия. Но еще есть возможность, то что помимо того, что они будут выезжать, и сюда тоже будут приезжать. Спасибо.